Автомобиль-трансформер представят Ивановцы на Всероссийском форуме будущей интеллектуальной лидерой России, который состоится в начале ноября в Ярославле. Ответ за свое чудо техники юным Кулебиным придется держать перед самим президентом Владимиром Путиным. Он станет почетным гостем форума. Воспитанники Центра «Новация» Миша Илья представят своего робота. Это уменьшенная модель общественного транспорта будущего. Автомобиль может передвигаться по обычной дороге, по подвесным рельсам и даже летать по воздуху. Создатели уверены, будущее России – это пробки и бездорожье. Проблема как будущего, так и настоящего, я считаю, в том, что у нас появляется слишком много машин и движение на дорогу затруднено. Для этого нам приходится выносить дороги за пределы города. Но это гораздо увеличивает время движения. Решение для этой проблемы мы нашли в том, что нужно создать над дорогой подвесные рельсы для общественного транспорта, на которых этот общественный транспорт будет доставлять грузы или людей в любую заданную точку за очень короткий промежуток времени. Над роботом работали всего две недели. К сожалению, в условиях форума продемонстрировать все его возможности не получится. Мы сможем показать движение, как он преодолевает, ездит и не врезается. И еще он будет открывать дверцу. Автомобиль будущего управляет собой сам. Достаточно лишь записать на него необходимую программу. Есть у юных конструкторов и другие проекты. Например, создать робота на случай экологической катастрофы. Разобьется нефтяной танкер, и нефть выльется в воду, то нужно будет как-нибудь оттуда все спасать и нефть выкачивать. Можно, в принципе, такого робота заработать, чтобы он плавал, затягивал нефть и спасал животное. Этот робот пока только в планах, а вот автомобиль будущего сконструирован и вполне реален. Ребята предполагают, что к 2030 году подвесные рельсы и передвигающийся по ним общественный транспорт удивление вызывать не будет. Возможно, так вернутся хорошо забытые трамваи.